51-летняя жительница Барнаула прошла психологический тест и отправила мошенникам 6,5 тысяч рублей, чтобы получить денежный выигрыш, пишут корреспонденты Комсомольской правды на Алтае. Как сообщили в полиции, ссылку на тест и предложение «познать себя» она получила в мессенджере. Женщина перешла по ссылке и ответила на вопросы. После ей пришло уведомление, что она выиграла крупную сумму как участник тестирования. Чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод призовой суммы на карту. Пострадавшая без колебаний выполнила все условия, ну а дальше познание себя, но уже в участке полиции. Теперь сотрудники ОВД устанавливают личности злоумышленников. А вот жительница Рубцовска пойдет под суд за публикацию в социальных сетях интимных фото любовницы своего супруга. Как пишут аргументы и факты на Алтае со ссылкой на пресс-службу следственного управления, супруг обвиняемый хранил в своем телефоне видеозапись интимного характера с участием своей знакомой. Ее обнаружила обвиняемая и скопировала. После она сделала пост в одном из городских сообществ соцсети, где опубликовала и фотографии, и видео. Теперь женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы за нарушение неприкосновенности частной жизни. Когда жителям края ждать потепления, отвечают на вопрос корреспонденты Политсибру. До 9 февраля в регионе будут стоять морозы, но на следующей неделе уже можно ждать их ослабления. Судя по прогнозу, днем 10 числа в Барнауле будет минус 15. Сегодня ночью температура в регионе местами опустится еще до минус 43. Днем в пятницу ожидается 26-31 мороза. 12 февраля морозы вновь вернутся, но уже 40-градусных температур прогноз не предвещает. А вот сибиряк из Красноярска нашел оригинальный способ борьбы с холодами. Он устроил забастовку. Требование было одно – прекратить морозы. Об этом сообщает московский комсомолец на Алтае. Сергей Даниленко так устал от 40-градусного холода, что вышел на одиночный пикет. Фото себя митингующего он разместил в социальных сетях. И рассказал, что вовсе не надеялся, что его требование будет выполнено, а просто захотел повеселить замерзающий народ.